Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. И это последняя глава из трех глав Нагорной проповеди. Мы стараемся посмотреть, конечно, недалеко не на все вещи, которые в этой главе или вообще в Нагорной проповеди содержатся, иначе бы мы просто по нескольку часов каждую главу обсуждали, но прежде всего на то, как устроена эта проповедь. И она идет от общего к частному, от каких-то достаточно важных духовных принципов, каким-то вещам более практичным, но тоже изложенным как принципы. Здесь нет рецептов. Вот конкретно, что надо делать. И я напомню, что пятая глава нас заканчивала с призывом быть совершенными, как совершенен Отец наш Небесный, звучит невероятно высоко и абсолютно недостижимо. Но как идеал, к которому надо стремиться. Шестая глава уже немножечко попроще. Ищите прежде всего Царство Божие и праведности Божие, а все прочее получите в придачу. То есть не то, чтобы совсем невозможно исполнить, но хочется задать вопрос, а как? Вот как искать прежде всего Царство Божие? Молиться, а не наработаете? Седьмая глава, в общем-то, дает ответ. Не осуждайте, тогда и вас не осудят. Ведь каким судом судите, таким и вас будут судить. И какой меры отмеряете, такой и вам отмерят. Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном не замечаешь бревна? Как ты будешь говорить брату, дай-ка я выну соринку из твоего глаза, когда у тебя в глазу бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда разглядишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата. Вот, кстати, сразу становится понятным, что здесь есть некоторое преувеличение. Ну, бревно в глазу нельзя не заметить. Если в глазу бревно, простите, у тебя уже полголовы нет, да? Значит, такой поэтический язык. Но смысл понятен. Не осуждайте и не меряйте свои меры. Нет, некоторые люди говорят, я готов, что мне начнут отмерять мои меры. Имеется в виду, вот я предъявляю очень строгие критерии, я им соответствую. А другие люди нету, они должны стать, как я. Но в этом случае, если этого человека будут судить по его мере, то эти другие люди выдвинут свои строгие критерии и применят к нему, и он не будет им соответствовать. Есть этот миф про Прокруста, древнегреческий миф, который и Прокруст имел свое ложе по определенной мерке. Кто был слишком коротким, он растягивал человека. Кто был слишком длинным, отрубал у него части тела. Вот, и, соответственно, его на этом же ложе подобным образом умертвили. А при чем здесь это? Ищите Царство Божие, не осуждайте. Ну да, хороший принцип, не осуждайте. Не меряйте людей своей меркой, у них может быть своя. Вы не понимаете, по каким причинам они так себя ведут, не торопитесь выносить приговор. Это очень логично. В общем, наверное, любой с этим согласится. Хотя не любой готов это исполнять. Но при чем здесь то, о чем я сказал, искать Божьего Царства? А смотрите, Царство Божие значит, что в нем Царь Бог, а не я. Хотя, конечно, хотелось бы. А когда Царь я, то я весь мир сужу по своим законам. А когда Царь Бог, я понимаю, что я его законам не вполне соответствую. И другой не соответствует. Но я по-своему, а другой по-другому. И это повод не судить. То есть, с чего начинается Царство Божие? С осознания того, что ты в этом Царстве не один. Ты не один туда входишь. И вас там много разных. И вы дополняете друг друга. Как любое человеческое общество. Оно же неоднородное. В казарме все одинаковые. Да и то. Есть рядовые, есть сержанты. Есть солдаты разных специальностей. А уж в реальном обществе есть совсем разные люди. И мы, пожалуй, об этом только иногда задумываемся. Зачем, например, нужны инвалиды тяжелобольные? А вот зачем-то нужны. Вот почему-то возможность быть вместе с ними для человека оказывается иногда очень важным опытом. И когда человек начинает примерять абсолютно один стандарт, как той самой казарме, ну, в казарме он хотя бы сверху спущен, а тут человек свой, собственно, изобретает к остальным, то это первое, что мешает ему искать Царство Божие. Поэтому от этого надо отказаться. С другой стороны, что свято, того не давайте собакам. Жемчуг свой не разбрасывайте перед свиньями. Свинья лишь растопчут его ногами, а псы набросятся на вас и разорвут. То есть можно понять, не судите, как бы вот отдайте все, ни на чем не настаивайте. Нет, свиньям жемчуг не нужен. У них другие приоритеты в жизни. Это не значит, что свиньи плохие, хотя для слушателей Иисуса свиньи нечистые животные, их разводили язычники. Но это значит, что отказ от суда над другим человеком не означает отказы от ценностей. Вот сколько раз я это слышал? Ты говоришь, это подлость. А тебе говорят, не суди и не судим будешь. Нет, я не говорю, это человек подлец. Я говорю, что так поступать подло, так не надо поступать. И я не готов отдать свой жемчуг, но он не мой, конечно, но какое-то свое представление о чести, порядочности, достоинстве. Ну, сам или свиньям, я не говорю сейчас, что другие люди таковы, но, скажем, вот мы назовем псами и свиньями, допустим, какие-то пороки, как бы абстрагируясь от конкретных личностей, и сказать, а все едино. Ведро помоев и мешочек с самым лучшим миром жемчугом, это одно и то же. И все равно, что поставить свиньям, а что повесить украшением нашей любимой женщины. Да, абсолютно все равно. Нет, это не так. То есть отказ от своих стандартов не означает отказа от ценностей. Царство Божие — это не место, где есть все размазанное ровным слоем, а это то, где жемчуг, а не то, что свиньям дают. А где мне это все взять? Вот, ну, нет у меня этого жемчуга. Просите, и вам будет дано. Ищите и найдете. Стучите, и вам отворят. Мне бы, конечно, хотелось конкретики. Где, когда, кто. Ведь всякие просящие получают, ищущие находят, истучащие муотворяют. Смотрите, а это еще готовность к удивлению. Вот если мне говорят, пойди, возьми с полки пирожок, я спрошу, где полка, с чем пирожок. Я с поведлом не люблю, с капустой люблю. Я еще подумаю, идти или нет. А вот тут говорится, а ты ищи и найдешь. Не знаешь, где, не знаешь, что, не знаешь, когда. Но найдешь обязательно. И царство — это еще и готовность удивляться, находить. Ведь всякие просящие получают, ищущие находят, истучащие муотворят. Ну да. Вы что, не были в ситуации, когда ты просишь, просишь, а тебе ничего не дают? Ты куда-то стучишь, стучишь, а перед тобой дверь только захлопывает еще прочнее. Я был много раз. Это что, некоторые утверждения о том, что в мире нет проблем, что нет такой просьбы, на которую не откликнуться? Это неправда. Но дальше уточнение. Есть ли среди вас такой человек, чтобы в ответ на просьбу сына о хлебе дал ему камень? Или на просьбу о рыбе дал змею? Хоть вы и дурные люди, но умеете давать своим детям благие дары. Насколько же лучшими дарами Отец ваш небесный наделит тех, кто у него попросит? А есть ли среди вас человек, который на просьбу своего годовалого сына дать ему рюмку водки, ответит отказом? Я думаю, есть. Или на просьбу дать змею ядовитую, скажет, давай-ка мы лучше рыбки покушаем. Малыш, который не разбирается в окружающем мире, без конца просит себе чего-то вредного и топает ножкой, плачет, если ему не дают этого горячего острого, ядовитого для него и так далее. Вот смотрите, это не имеет в виду вообще любая просьба, обращенная в окружающий мир, а просьба к отцу, к любящему отцу с сознанием его отцовства. Другое дело, что иногда ребенок просит вместо полноценного обеда мешок конфет и обычно не получает этого мешка конфет вместо обеда. Но может получить некоторое количество конфет после него. И вот именно эти отношения ребенка и отца, отец-то знает лучше, а вот они сразу приводятся. Но готовность к изумлению, готовность к открытиям, она дает возможность получать дары. В чем проблема с книжниками и фарисеями, которых пока мимоходом, но очень резко критиковал Иисус, потом будет больше конфликтов. А именно в основном в том, что у них этой готовности нет. Они знают, что они хотят. Они этого требуют от окружающих со своими стандартами, кстати, вот не судите это про них, со своими какими-то ожиданиями. И у них не остается вот этих пустых рук для того, чтобы принять дар. Они у них наполнены их собственными богатствами. И вдруг неожиданно так. Итак, во всем поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. В этом заключается весь закон и все пророки. Принцип прекрасный, золотое правило этики. Его иногда формулируют в обратном смысле. Не поступайте с людьми так, как вы не хотите, чтобы они поступали с вами. Это минимальный уровень. А это максимальный, потому что одно дело воздерживаться от причинения вреда, другое дело творить добро активно. Конечно, творить добро лучше. Но причем это здесь. Вот как будто вклеено куда-то. Не осуждайте, не разбрасывайтесь святынями, просите, и вам будет дано. Причем здесь другие люди. А вот это же все законы царства. Как это искать Божьего царства? Отношения с Богом, а теперь начинаются отношения с людьми. Наверное, мы хотели бы, чтобы было как-то поконкретнее. Да нет. Есть прекрасный принцип, а поконкретнее сами разбирайтесь. Делайте людям то, чего вы хотите получить от них. Не сказано в ответ на их подобные действия. Так поступают язычники, любящих вас, какая вам награда, было сказано выше. А активно, то есть царство, это еще и созидание. Это еще и нечто, что строится, причем при участии людей, которые в этом хотят участвовать. И дальше, а наставления-то практически закончены. Дальше предостережение. Входите в узкие врата, широк тот путь, что ведет к погибели, распахнутые ворота, и много кто входит туда. И как же тесен путь, что ведет к жизни, как узкие ворота, как мало тех, кто входит туда. А поконкретнее? А вот нет. Но берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, но под шкурами хищные волки. Вы распознаете их по плодам. Разве стерновника собирают виноград или свепейника смоква? Хорошее дерево приносит добрые плоды, а никчемные плоды дуны. Не может хорошее дерево приносить дурных плодов, а никчемное дерево плодов добрых. И любое дерево, если оно не приносит добрых плодов, срубают и бросают в огонь. Так что вы распознаете их по плодам. То есть, смотрите, разговор о том, что широкое и что узкое, что к погибели, а что к жизни, тут же переходит на лжепророков, которые... Вот, вы знаете, сейчас такая есть мода звонить по телефону и требовать от людей, чтобы они там какие-то деньги свои на другой счет привели. Ну, мошенники звонят, да? Я знаю лично те, кто попадался. Перевозили деньги, потом очень горько сожалели. И вот этим мошенникам так легко поддаться, да? Вот они уговаривают, они прям применяют вполне определенные техники, там гипноз, возможно, даже, уж точно совершенно, психологического давления. И это волки в овечьих шкурах. Ну, это простейший пример, они деньги похищают у людей. А Иисус предупреждает, есть люди, которые царство небесное похищают у людей, царство Божие. И они стараются. Не зря. Вот они так привлекательны. Это им нужно определенным образом. А распознается по плодам. Вот мошенники позвонили, сказали, переведи все деньги на определенный счет, лишился человек денег, вот плоды. Ласковый был голос, уверенная манера речи. А кто-то, может быть, знаете, очень так настойчиво что-то другое предлагал. И говорил там, ну, я не буду приводить конкретные примеры, но что-то, что нужно сделать. К врачу, например, сходить. Это неприятно. Но плоды будут другие. И вот, собственно, может быть, это некоторая такая иллюстрация к тому, что широкие ворота, то есть то, что само катится, то, что не требует от человека усилий, а то, что требует усилий, то, что требует разборчивости, то, что требует внимания. Это вот и есть узкий путь. Не сказано, что это путь каких-то аскетических действий выдающихся. Нужны великие подвиги, нужно быть гераклом духовным, чтобы войти в жизнь. Нет, но нужно приложить усилия. И плоды, собственно, главный признак. Вы знаете, очень часто этот евангельский принцип судить по плодам, он позволяет отделять дурно от злого. Потому что с самого начала-то сказано, что свою мерку не прилагай к другим людям, а с другой стороны, святыни не кидай псам. Где граница между моей меркой, что я называю святыней, что нет, и вот этим правилом, а то же по плодам. Да, вот что выходит из разных действий, из разных событий. Так можно отделить какие-то свои хотелки, которые навязывает человек от действительно ценностей, которые он не должен размывать и разбрасываться им. Много всего было сказано. Я еще раз напомню, что, вероятно, Матфея здесь составляет из разных проповедей Иисуса некоторую синтетическую, такую большую проповедь, но делает это не механически, конечно. Здесь есть внутреннее единство. И поэтому, подходя ближе к его концу, к ее концу, мы зададимся вопросом. Ну, да. Хорошие принципы. Наверное, трудно не согласиться с этим. Даже люди, которые не видят в Евангелии ничего ценного, исторического с точки зрения жизни самого Иисуса, говорят, но его этика – это великая вещь. Мы согласны с этим. Но остается все-таки вопрос. Вот ты говоришь, Иисус, судить по плодам. А как мы узнаем, что мы – то самое дерево, которое приносит добрые плоды? Может быть, все это зря, может быть, мы ошибаемся. Ты же не дал нам конкретной инструкции. Мы бы, кстати, хотели. Вот когда покупаешь какую-нибудь бытовую технику, там расписано, куда что засыпать, заливать, что нажимать, как чистить, как включать, выключать. Есть все правильное дело, в принципе ничего плохого не случится. Если случится, по гарантии починят. А где здесь гарантия? Ты говоришь общие принципы только. В Царство Небес войдет не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», но тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Вот поди разберись, кто. И в тот день многие меня спросят, «Господи, Господи, разве не от Твоего имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем изгоняли бесов? Не силы ли Твоего имени сотворили много чудес? Плоды? Не так ли?» Вот ясные плоды достижения, почетные грамоты, награды, ордена, медали. Тогда скажу им в ответ, «Никогда я вас не знал, прочь от меня, вы кто творит беззаконие». Почему? То есть может быть так, что человек достигает выдающихся духовных результатов, но оказывается творящим беззаконие. Как? Есть только одна притча, которая это разъясняет. Всякого, кто слышит эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с человеком разумным, который построил свой дом на скале. Полил дождь, разлились реки, задули ветра, все это обрушилось на тот дом, но он устоял, потому что в основании его была скала. А всякого, кто слышит эти мои слова и не исполняет их, можно сравнить с человеком глупым, который построил свой дом на песке. Полил дождь, разлились реки, задули ветра, все это обрушилось на тот дом, и он рухнул, разрушение его было полным. Так Иисус завершил свою речь, а люди все поражались его учению. Он учил их как тот, у кого есть власть, а не как это делали их собственные книжники. Ну, во-первых, давайте подумаем, вот эта притча о доме, построенном на скале, что это? Скала — это действие, да, песок — это всего лишь умственное восприятие. Недостаточно ясные критерии, но он и не хочет его давать. А как же тогда, если изгоняли бесов, сотворили чудеса? А ведь это не исполнение его повелений, это какие-то внешние проявления. А исполнение повелений — вот то, что было выше, это длинный-длинный путь. Не судить по своим меркам, в частности, многое иное, поступать с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Вот это исполнение. То есть совпадение по сути, а не внешний эффект. И вот смотрите, да, люди поражались его учению, но сказано, он учил как тот, у кого есть власть. В каком смысле? Как тот, кто устанавливает эти правила, а не тот, кто их толкует. Потому что книжники, которые здесь упомянуты, — это комментаторы Священного Писания. А здесь тот, кто нормы задает, а не просто говорит об этих нормах. Конечно, книжникам это не могло понравиться, но об этом мы прочитаем в следующих главах. Субтитры создавал DimaTorzok